Теперь грустная минута. Очень грустная. Итак, поминаю своего папу Луденкова Юрия Алексеевича. Сегодня два года с одной его смерти. Ребята, совпало так. Один вебинар был 13-го, этот 20-го. И два года назад, и несколько дней, Юрий Алексеевич умер 14-го марта. Мы его пытались спасти. Мы читали молитву. Вспомним. Ничего не получилось. Вот, ничего не получилось. Он умер. Умер, он погиб. Если бы он просто умер от старости. Нет, он был расцветив сил. Вот. И... Давайте... Я... Это дозрём минуты молчания. Я пойду на кухню, чтобы не расплакаться. Я не могу это видеть. Надо чуть-чуть успокоиться. Минуты молчания, друзья. Я не могу это видеть. Я не могу это видеть. Да, сейчас я немножко, хоть не могу сразу. Сейчас, пожалуйста, одну небольшую работу, сейчас я вам покажу его, сейчас поймете, почему я его называю гением. Вот, и так как я остался за него и за тех парней, вот, я скажу то, что обязан сказать. Вот, часть его работы. Вот, ну, попроще, мне, пожалуйста, только научите. Ну, дальше будем учить так же. Вот, я имею в виду, как это, как научил. Ну, дайте несколько минут поговорить о гении. Итак, его слова. Привой ментор через зону слияния воспитывает сеянец. И в конечном итоге все закрепляется на генном уровне. Вот, так как когда появился молодой ученый Матвеев, ой, а я уже начал забывать о Матвееве. Ну, тишина, в эфире тишина, никто не кричит, что у нас появился гений. Раскрутили-то их журналисты, а не эти, не ученые. Ну, ладно, короче, то, что он доказал, молодой ученый, по миру начал забывать. А может, у меня на полоте. И тогда получается, что предтечей является, одним из предтечей является Юрий Алексеевич. Хотя начало положено было в XIX веке. Вот. Итак, до зоны слияния мы имеем подвой сиенец. В зоне слияния привой ментор. Заметьте, не подвой ментор. Поняли? Привой ментор. После зоны слияния вегетативный гибрид со свойствами как подвоя, так и привоя с устоявшимися новыми признаками. Ну, единственное наше различие. Я пришел к неустоявшимися новыми признаками. Вот. Это единственное, что у нас, лучших друзей, немножко разделило в плане мировоззрения. Доказано не нами, смертным его величием Мичулиным, великим гением, садоводом, практиком, теоретиком, с уважением, Латинков, Челябинск. Теперь смотрите сюда. Почему? Память о безвременно ушедшем Латинкове, и не только ним, я вернусь к прошлому. Почему? Потому что есть такие люди, которые непоколебимые, а есть люди непокобелимые, я их так уже называю, непокобелимые. Это такой народ, который вот уже все. И ведь что интересно, у них уверенность такая, что кажется, вот поставь стенки, он все равно будет говорить, что земля плоская. Было же такое? Было. Юрий Железов ответил Ольге. Ольга, вот неполный список сторонников и сподвижников садоводов Железова. Это письмо было, не ко мне, это письмо было опубликовано на крупнейшем канале, миллион сто тысяч подписчиков. Именно там разгорелся спор. Итак, сподвижники и сторонники. Бродский, Латинков, Боддар, Много, Бородич, Левицкий, Чернобаев. Вот. Так вот, сейчас вы поймите, почему я это сказал. Боддар, царство, Бродский, царство тебе небесное. Латинков, царство тебе небесное. Боднар, царство тебе небесное. Нога, Татьяна, царство небесное. Владимир Степанович Бородич, царство небесное. Левицкий, царство небесное. Спасибо тебе, Дмитрий, что ты живой хотя бы в этом списке. Список составлял не я, а мой брат. Итак, смотрим сюда. Вот почему я это написал. Без права быть судьёй гения. Вот. Не допила ничего такого, ни близкого. Но если бы я про каждого говорил. Бородич, основатель сианогорского феномена. Основатель. Это лучшие сады в России. Включая Белоруссию, Казахстан и Украину. Лучшие сады у нас были. Потом, благодаря таким этим, чашеобразная форма. Искусственная штампа. Что только калечит, калечит. Всё уничтожили. Люди же не знали, что деревья неправильные. Пока они не знали, деревья росли. Интересно, если с детства убеждать человека, что пальцы не нужны. Но был случай, люди себя... Это я... Как бы сказать-то? В эмоции. Ведь были случаи. Люди религиозно настолько... А там же написано, вспоминаю. Не возжелай женщину, иначе гореть тебе в гений огненный. И так вбить в голову, что человек себе отрезает это самое. Это место. Чтобы не выжелать. И не попасть в гену. Всё можно. Вот. Даже это может доказать человеку и доказало. Вот это идиотское отношение к этим самым... К религии. Доказало, что человеку эти самые... Надо уничтожить нетородные органы. И это было. Дальше. Самое страшное сейчас вы прочтете. Ольга Исакова ответила Юрию. Это моему брату. Увы, имена известны только в узких кругах. Даже не обо всех в Википедии написано. Если бы ты, Ольга, знала о их пользе. О том, что это лучшие шадоводы России. И всей планеты лучшие. Тебе не снилось такое? Это с каким почтением надо? А тут... Фу! В Википедии, наверное, обо всех написано. В узких кругах. Это беда, это подлость, это наглость. Тех, кто мог бы сказать, что, ребята, давайте мы оставим... Давайте уже памятники поставим у каждого на его родине. Давайте задним числом хоть и гордина какие-то дадим. Давайте посмотрим, живы ли сады. Только в узких кругах не написано. Какое презрение, какое это? А дальше, правда, не это важно, нет. То есть как бы мимоходом. Ну раз, так это самое. Кому грязи, и пошли дальше. Это не важно. Вегративная геронизация железа. Зачем меня подставлять? Вегративная геронизация, знал прекрасно... Сколько нас? Дарвин. Лысенко. Мичурин. А вы знаете, что для Боднера книги Мичурина, он их назвал «Это моя Библия». И когда я первый раз пришел в гости, он мне показал эти книги в топку. Я, говорит, по ним работал. Он добился успеха, невиданного вообще. У него в Сибири, у поживого, какие растения росли. И вот эти самые... самое главное достижение, конечно, черешные. Что ты знаешь об этом? Фух! Когда Боднер, и мне вот это так задело. Боднер, я через... месяц до смерти, у меня есть фотографии, вот он уже, еле живой, вот он больной. И вот последние слова, Горький Константинович, мой сын, а сын у него, этот инженер, искали меня в этой... как он называется? В интернете и не нашли. Я уже там скулю, говорю, Борисович, ну я же про тебя статью написал рядом с Великим. Я снял два фильма про тебя. А кто их видел-то? 500 или 1000 человек? Нашего гения. А? Я знаю, ответа не будет никакого. Просто нельзя так. Если бы вот сейчас... я бы не поминал вместе с вами Юрия Алексеевича Латинкова, я бы не вспомнил бы об этом даже. Но вот так вот обо всех вытереть ноги, только потому, что ничего не знаешь. Ах, а не это! А кто сделает так, чтобы в широких кругах? Кто в Википедии напишет о каждом из них? Кто? Бродский. 40 телемостов мы с ним сняли. Сколько информации? 20 или 30 статей. Это фактически книга. Лежат на моем сайте. Кому они нужны? Ну, Боднер две книги издал. По 100, по 200 экземпляров. Смеетесь? Вы правы. Кидайте дальше грязь. Правы. У него 100 книг или 200. Что вы это самое? Какой-то Боднер. Левицкий. все, половина абрикосов, которые сейчас есть, не от меня. От него пошли. Включая вот этот вот 40-летний, 40, как он, 40-летний, 40 этими бедрами, этот, патриарх, ветеран, рекордсмен. Это же от него-то, от левицкого. А ведь от этого дерева сейчас по всей стране идет такое развитие, ведь я когда показывал вот это вот, вы думаете, я случайно показал вот это, вот оно, список-то. Их уже тысячи по стране. Я не жду никаких извинений. Ну, хотя бы церковь, пойдите вот за то, что вы вот это вот написали, вот это вот, ну, хотя бы свечку поставьте. Так, мол, все про себя. Раб Божий Юрий, брат Божий Юрий, раб Божий Борис, раба Божия Татьяна и так далее. Ну, ну, разве вы имеете право судить гений? А вы кто такие, мол? Кто право знает? Первый паровоз, этот самый, Позунов, и остался единственным. Радио открыли, а толку? Телевизор этот, радио Попов, телевизор этот самый, зваритель, тоже нахрен не надо. Можайский этот первый самолет поднял, а потом опять отстали. А не может у нас это самое, быть парашютом. Сколько людей погибло? Если парашюта прыгнуть, ноги оторвутся. Вот это ваш уровень. А сейчас я вас немножечко еще. Итак, вегетативная геморизация Железова. Не написали бы это, я вас сейчас бы не распинал бы. Теперь о вегетативной геморизации. Еще раз, не Железова. Я возрождаю ее, потому что ее превратили благодаря вам. Итак, теперь о вегетативной геморизации. Итак, это Ольга. Не надо писать, что это я придумал. Конечно, не надо. Вот. Я это без вас знаю. Любой может прочитать. Коротко цитирую. Вегетативную геморизацию популяризировал Лысенко. Лысенко негодяй. Значит, все, он не может быть прав. Он негодяй. Он не этот. В целях опровержения классической генетики хромосомной наследственности. Дает только это уже всего сколько, месяц, два прошло сенсации. Ну, уже забыл, как зовут этого нового чана. Она уже в этом месяце-два отпровергнута. Уже официально, уже формально. Иностранный крупнейший журнал опубликовал его статью. И вся наша наука оказалась задницей вместе с хромосомной наследственностью. Мы еще раньше ее похоронили, но нас же мало. Нас же пинают. Видели? Как же ее проверили-то? Господи, что же у меня за парень? Никитин, Никитин! Вот посмотрю, что дальше будет с Никитином. Ведь теперь после Никитина кто-то там скажет, да ребята же, вот они все, пусть их живых нет. У меня сколько этих самых статей Бродского, Латинкова. Вот, боднерокниги, здесь найти их надо. У меня эти самые... Я даже придумал мистическую, я даже придумал, как бы сказать-то, релятивистскую. В общем, я придумал еще только название, а на самом деле с помощью желания выжить, даже это можно использовать, чтобы вывести, как их назвать-то, молодильные яблоки когда-то называли в сказках молодильные. Даже это можно, способный человек, когда хочет жить, выжить, умирая, даже это. Вот. Или как Левицкий, который, ну кто бы сказал, что здесь абрикосы будут? Как пошло год за годом? И 20 лет назад, 25, еду по манию, она оранжевая вся. Осень, все в плодах, все, в каждом саду. Ну, а потом я рассказывал, каких уничтожали. На моих глазах уничтожали. Вот. И вы уничтожаете, помните? Отрезать нижний скелет на ветке. Так. И что получается? Доканчиваем. Была подхвачена его последователя. Ну, вот же. Поняли, да? Нами подхвачена. Дежавил просто, фамилия только изменилась. Правильно. Девченко сейчас только вспоминает только это самое, матерными словами, до сих пор вернее. В результате исследования ложности его в этой теме была провернута. И вот здесь, вот эта дама, которая даже не понимает, о чем речь идет, она же просто передрала, она в такую, западню попала, она в такую, это, выставил, и не понимает. А уже один раз рассказал. И должно было быть написано. Теория витативной георганизации была опровергнута. И тогда все правильно. Вот они, дураки. Вот они, дураки. Вот. Поэтому их у нас в Википедии нет. Поэтому в узком кругу. Вот дураки. А вот это, вот это, теория витативной георганизации была опровергнута. И вдруг кто-то, случайно, потому что, или такой же этот, помните? Вот. И если есть на свете дураки, я второй раз, но не удержаться же. Ложность была опровергнута. Ложность теории. Ложность. То есть она права. И как этот человек, который не собрать, мне кажется, что он и сейчас, если посмотрит, и скажет, Ольга Исааковна, там об тебя ноги вытирает. Посмотри, что там творится. Вот. Она и сейчас не поймет разницу между опровергнутой теорией и ложностью опровергнутой теории. Она и сейчас не поймет. Но это жестко написала. Вегетативная георганизация уже наука. Вот так вот. Вегетативная георганизация уже наука. Вот. А Никитину, по-моему, в ход не дадут, потому что вот это как раз и доказал уже теоретически. Ну, а мы в практике. Лет через то мы все будем в это. Благодаря мне, потому что никто про них не знает. И с каждым годом забываем, забываем, забываем. И вот Латинков, царство тебе небесное, пройдет несколько лет и о тебе забудут. Потому что пусть дочка пытается твое дело это продлить. Пусть жена твоя это. Но она, по-моему, не это. Ее дело выжить, продать саженцы, выживание, выживание. Нет другого пути, только выживать. Вот. Оттвого калибра на данный момент я бы не... Твое калибра в данный момент нет. Все. Вот. Сейчас я немножко расскажу еще про это. Итак, вы видите часть дефектива. Этот человек, один из сотрудников Тимирязевской академии, рассказывает жуткую историю. Вот как у нее отнимают землю. Самое страшное, что в нашей стране покажи личико, вот он, гульчатай, открой личико, покажи личико и вылетишь, как пробка с подшапанского. Куда ты, парень, полез, там, где миллиарды? Земля, что-то не в центре Москвы, а там растут паршивенькие деревья, паршивенькие. Если надо себя выставить, вот, я не знаю, Владимир Тархачев, ректор российского, я считал, что там женщины уже вроде поменяли, но где-то было полтора месяца, полтора года назад. Так. И вот я что считаю, все, чем они занимаются. Вот. Ух ты, как они здорово занимаются. Создание зеркальных лабораторий. Зеркальных. Вы хотя бы простой, верните обратно, чтобы не было лишних веток у дерева, вы сразу, у вас качество повысится, ваша же работа. И скорее сидели, ждать от него наростойкость, а? Все, чем вы занимаетесь, оно ничего не дает. Потом ваши выпускницы выходят, вроде той Натальи и Ольги. Вот. Такое несут. Пожалуйста, лабораторий занимаются, темирязики занимаются. У нас мало этих сосен в лесу. Вы знаете, как же не вырастить еще и сосну? Ну, количество обучающихся. 12 тысяч, почти 13. Будет 20 тысяч. Ну, давайте, чтобы они научились хоть чему-то. Не продавайте землю, вот то, о чем это толкует вот этот человек. Не продавайте. Но только, если вы возьмете все лучше от тех людей, которых я причислен. Только в этом смысле есть смысл. А так можно отнимать, потому что без вас сосен устраняй хватает. Вот это, смотрите сюда. Итак, ее надо в кандалы в Сибирь. Не эту девушку, потому что она и так сибирячка. Вот. А ту самую Ольгу. Почему? Потому что если вот это один из вариантов абрикоса академика, это не просто не позволяет. Он не мог увеличить в два раза и остаться в увеличене в два раза. Даже не в два, а в три. Но не мог, потому что генетика не позволяет. Ну, не позволяет. А ну вот это. Ну, как вот сделать, чтобы вот эти вот люди, которые нас буквально ненавидят. Отдельные реплики-то были. Реплики были насмешиванные, презрительные. Это к нам, которых лучшие сады в России. Ну, самое красивое вспомнили. В узких кругах никто вас не знает, в Википедии вас нет. Это значит, что мы никто в злотняках сидите с сильным рылом. А вот ее раз в кандалы, а я бы ее раз в эту посаду поводил. Ну, и потом, когда я бы сказал бы вот это вот, то же сахарное, вот это вот. Ольга, помогай, ведь я вынужден это вырубать, потому что это никому не надо. Я 20 деревьев таких спилю. 20. А начался еще в прошлом году, еще в прошлом году 10 или 15. Задыхаемся, некуда садить. Помощь нужна, Ольга. Ведь так легко перестроиться, сказать, ну, Константинович, ну, кто прошлое поменет? Ведь это же все люди читают вот это, то, что ты написала, вот это. Ой, я тут кричу, извини, Юрий Алексеевич, такой день. Ну, тебя тоже задело. И тебя не знают. И Боднеру, как ему было обидно, что он не нашел себя в этой самой, нигде. Он-то думал, что хоть где-то край муха о нем известен. Вот. Все, вина в том, что он делал строго по этому, Боднер все делал строго по Мичурину. Ну, а когда твои лабора земли отнимают, когда чуть-чуть не закрыли ее, ты там была среди этих самых, среди протестантов, которые знали, что половину за этот, за митинг уволят, черта матери. Так всегда делаются. Лидера уволили, а остальным заткнутся. Накормите тебя вот так, а может, в самом-то деле дойдет до тебя. Смотри, Ольга, это Сибирь, это Сибирь. Халилов опозорился. Халилов – это ваш коллега, кандидат наук, заслуженный агроном России. Есть железовские саженцы в средней полосу Европы, ну, там, Москва, прочие эти самые, они все замерзнут. Я смотрю, нет уже секретов, таблицы откройте. Средне-зимняя температура у меня на 8 градусов холоднее. Там 40, там 30, у меня 40. Как замерзнут-то? А вот это особая работа, особая. Вот. А вот это знаете кто, друзья? Я сейчас на какое-то время прощаюсь с Иерусеевичем, ну, хотя бы 14 марта, будем о нем вспоминать. Вот. Это Юрий Алексеевич. Вот это Юрий Алексеевич. И когда это я хотел отдельный фильм снять. Генетическая основа привык. Давайте я пропущу, а? Я уже столько порога сжег в это. Вот. Генетическая основа привык. Это умудриться. Тут и все. Модификации, химеры, мутации. И все правильно сказано, кроме одного. Ну, и придумал же железный способ, как это сохранить, чтобы химеры перестали быть химерами. А мутации, чтобы закрепились. Ну, все попытки сохранить изменения потомствия при генеративном раздражении оставались безуспешными. При этом всегда получали только компоненты привыки данных химерами. Вы понимаете, что сделала Ольга-то? Она-то эту фразу-то и процитировала. про генеративное размножение. Ольга, ну очнись-то, сделай хоть одну прививку. Я уже сегодня показал. И такой этот, и вот такой, вот такой, вот такой. Вот. Я еще свежее показал парочку, да? Давайте вспомним. Мало того, что вот тут есть такое. Ой, Ольга, как интересно с вами жить. Может быть, я зря возмущаюсь. Может, зря. Ведь вы же мне дали возможность раскрыть такую тему. Оленька, дорогая, Исаак, дайте я вас поцелую. Хоть мысленно, хоть воздушно. Тысячу поцелуев. Вы же, оказывается, люди-то те, которые на вашем канале, они же, в общем-то, далекицу этого. Сколько угодно там не называют, что это вегативизация лженаука. Вы же адресовали не тем людям-то. они всё равно не умеют прерывать. И вот смотрите сюда. Смотрите сюда. Ведь, что интересно, это правда. И это, и это, это мой. И это, и это, и это, это мой. И это, и это, и это, это самое первое. И это, и это, и это мой. И это Латинкова, и это мой, и это мой, невестка моя. Самое первое, они все разные, вы понимаете, все разные, и это же здорово, это какие возможности открываются, хотите закрепляйте, наука хочет продолжать, заберите у меня эти все семена, выкупите, скидки будут солидные за крупную партию. Вы себя обеспечили, я предлагаю вам тысячу, уже не косочек, я предлагаю вам тысячу диссертаций, тысячу диссертаций, потому что из них, всех вот этих вот самых, всех из них, плюс тех, которые я свежие добавил, я что болтуем? У меня таких все больше и больше, ну, я же свежие добавил, это же бывший академик, я свежие добавил, фотографии моих друзей, скорее всего бывший академик, но не утверждаю, вот. Это же бывший академик, вы понимаете, у вас впереди, вы можете всю жизнь заниматься, как и занимались, тысячи посадили, довели дополнение 100, отобрали 10, диссертация готова, там уже это самое, членкорство уже прямо на горизонте, уже вот руку протяни, все прекрасно, занимайтесь. А если вы еще научитесь прививать, я с горькой иронией говорю, ребята, пока в ранге доцентов, кандидатов в науку, даже лаборантов, аспирантов, пожалуйста, научитесь делать это, добудьте путний материал, научите студентов садить эти же самые, правильно, и прививать по-настоящему, и не почкой, как я говорил, а только научная капулировка или врачеб, если не совпадает диаметр, все, и вы такие чудеса будут, я же пять фильмов снял уже вот про эти чудеса, вот про эти именно, в чужих садах, в других садах, и еще третью часть вам не показал фотографии, но, где персики в 4-5 раз увеличились сами, и без всяких выдумок. Царство тебе небесное, Илья Алексеевич, вот. Можете, Ольге, спасибо сказать, иначе, может быть, я бы не вспомнил, что не один ты уже на том свете, а вся практически пляда, все, все лучшие наши, все на том свете. Вот они. Это еще не все, а еще есть ребята, которые практически ни в чем не уступали. Да, Ольга? Поезжай, Ольга. Я же предлагал, давайте косточек дарю. Уже годы прошли, уже мы начинали плодоносить. Ну, неужели, вот, неужели ты не ученый, неужели ты только так, и это самое, переписывать чужие, эти, выводы чужих работ. Ну, вот она, Сибирь. Харилов пытался меня позорить, и сам опозорился. Юрий Алексеевич, Станция Тебя Небесная. Вот эту статью, ее надо разбирать каждый пункт, потому что некоторые следствия считают, а другие не считают. Прививка может вызвать на сердце извинения. А на самом-то деле, твое-то мнение, так все-таки может вызвать, некоторые считают. А потом вот она берет вот отсюда вот, ну, и передирает один к одному. И дурит людей. Если я говорю, что каждая прививка меняет качество, они уже не возвращаются назад никогда. Хоть из косточки. Даже прививаешь уже, казалось бы, с готовым материалом. С этого дерева ветку берешь, и оно уже другое. И каждый раз другое. И у меня все больше и больше вариантов. Ну, и что? Ну, это не значит, что уикотина гибрида нет. Да, он не повторяется в потомстве. И не надо, вот что интересно, не надо. Весь сад один сплошной шеневр. Я уже стыдно показывать фотогалерею с моего сайта.